Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, вампир! И сегодня мы дальше узнаем продолжение истории про вампиров. Да, русавочка в прошлой серии, русавочка-вампир вот эта, сказала, что Евген Бро, срочно отправляйся к ведьме-вампирше! Она тебе что-то хочет очень важное сказать! Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас отправимся! Вполне возможно, она расскажет какое-то новое пророчество или же что-то интересненькое. Но для начала поставьте лайк. Да, прям сейчас, прям сейчас вот поставьте лайк. Давайте раз, два, три! Все, кто поставили лайк, те молодцы! А еще подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Ну что ж, в общем, русавочка, спасибо тебе большое! Вообще огромное! Так, вы лайк поставили? Ну что ж, все! Короче, я превращаюсь в летучую мышь, и мы очень быстро летим. Узнать, что же такое у ведьмы. Зачем она нас ждала? Что там у ней такое? Ой, что это такое? Курочки черные, нифига себе! Ладно, короче, все, летим быстрее к ведьме. Так, и, короче, превращаемся. О! Здесь нас уже где-то... А, вон, стражники-вампиры. Да, стражники-вампиры здесь везде ходят. Отлично! Так, забегаем. Здравствуй, ведьма! В общем, о чем ты мне хотела рассказать? Давай, рассказывай. О, привет! Наконец-то ты пришел! Почему так долго? Ладно, неважно. Беды уже начались. Пришли лунные звери. Если ты понимаешь, о ком я говорю. И есть жертвы среди вампиров. Оборотни? Они уже тут? Верно. Хотя я до конца не уверена. Иди и сам посмотри. А куда идти? Иди вглубь леса. И посмотри. И знаешь что? Я помочь могу тебе. Ладно, мы потом узнаем как. Давайте сначала посмотрим вглубь леса. Да, что там такое у нас вообще происходит. Так, в общем-то, значит, ведьма сказала куда-то сюда идти. Ага, смотрите. Здесь, короче, вот факелы. Так, она сказала на опушку вглубь леса. Окей. Так, ну-ка. Ой, я кого-то вижу. Ну-ка сейчас посмотрю. Что это за штука такая? Смотрите. Это реально? Это вампир. Смотрите. Мертвый вампир. Тут, короче, кровь. Только она засохшая. Опа. Это что такое было, друзья? Вы видите? Это, по-моему... Ну-ка, напишите в комментариях. Короче, все друзья. В комментариях срочно пишите. Что это было за существо? Мне же не кажется. Я кого-то явно вижу, да? Ну-ка сейчас давайте посмотрим еще раз внимательно. Оно куда-то ушло, по-моему, вглубь. Я не знаю. Это... Вон она стоит за... За деревом или мне кажется? Что это за существо? Это оборотень? Смотрите, друзья. Что это за штука? Куда ты убежала? Не, ну нафиг. Короче, мы за этой штуковиной не пойдем. В общем, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что это было. Мне кажется, это настоящий оборотень. Даже не знаю. Так. Подождите. Мне кажется, он следит за мной. Или... Ну-ка, пойдемте, подойдем поближе. Посмотрим, короче. Эта штука... Штуковина следит за мной. Ну-ка. Нет, куда ты исчезла? Короче, друзья. Мне кажется, это какая-то ловушка. Это может быть реально оборотень. И все-таки ведьма не врала. Смотрите. И вампира завалили. Это насколько реально надо быть сильным, чтобы вольнуть вампира? Его просто реально порвали. На британский фл... Нет, все, текаем, короче. Китай. Текаем, друзья. Так, все. Ну ладно. Короче, я не буду. Нам надо сначала подготовиться, да. Ведьма сказала, она может помочь. Давайте выслушаем ее. Как она нам сможет помочь? Вот, видите, у нее тут уже охранник стоит. Мальтазир. Привет, Мальтазир. Охраняешь, да, ведьму? Ну ладно. В общем, давайте послушаем, что ведьма еще нам расскажет. Так, все, я, короче, нашел. Значит, как ты сможешь мне помочь? Мне нужны еще разные магические предметы, которые у меня забрали. Десять мертвых саженцев. Их, скорее всего, не вернуть. Но можно найти и вырастить. Можно найти и вырастить. Они выглядят как деревья, которые плачут кровью. Если соберешь их, я помогу укрепить вампиров, я помогу укрепить вампиров, твоих для войны. Далее. Мне нужен кубок запутывания. Он позволяет получить контроль над разумом жертвы или врага на короткий промежуток времени. Примерно на час. И как вариант, захватить оборотня и пробраться в их лагерь. Круто, да? И последнее. Колдовская книга мертвых. Боже, я ее видел уже тысячу лет назад. Но ее невозможно порвать или сжечь. Она заколдована. Проникни в библиотеку. И найди оригинал. Придется очень много сжечь книжек. Но ты же все равно не любишь читать, верно? В общем-то, смотрите, значит, друзья. План действия. Надо найти 10 мертвых саженцев. Второе. Кубок запутывания. И найти книгу мертвых. Окей, окей. Все понятно. Все понятно, что это будет очень сложно. Но в любом случае, нам нужно как-то противостоять оборотням. Ну, я же в лесу явно, да, кого-то видел. И вы видели. Напишите, если вы кого-то видели. Да, напишите, допустим, я видел оборотня. Или я видела оборотня. Потому что, ну, там явно что-то было. Может быть, это какой-то вампир или монстр. Я не знаю, кто это был. Но вы сами видели, что в лесу кто-то прятался. И, честно говоря, я даже боюсь дойти. То есть, это за пределами вампирской территории. Видимо, один вампир зашел туда и был пойман. Ладно, давайте слетаем, короче, в лагерь. Нам надо предупредить Альтаира, что я выдвигаюсь. Пусть он, короче, следит за домом. Ну, а мы, короче, отправимся. О, смотрите, там стражница ходит. Ну-ка, 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 смотрите. К Альтаиру идет, что ли? Ого, ничего себе. Эй, а, она, короче, наверное, обеспокоена. Так, ну-ка. В общем, привет. Ты че здесь ходишь, короче? Пока меня нет. Тут живет Альтаир, так что все нормально. Ты не привлекай внимания. Иди лучше, это, в город. Да, иди лучше в город. Все, да, все, молодец. Тут как бы все окей, все нормально. Не привлекай внимания. А, поплавать хочешь? Ну, ладно, все, плавай. Короче, Альтаир, привет, привет, привет. Он такой, да, хорошая сегодня погода. Короче, Альтаир, мне нужно сейчас отправиться за ресурсами. Да, за очень важными магическими предметами. Вот, и, в общем-то, ты оставайся тут вместе с Настей. И вы присматривайте за домом. Потому что сюда могут нагрянуть охотники на вампиров. Поэтому, блин, охраняй. И мой гроб тоже охраняй. Если они его найдут, это будет очень плохо. Так, в общем-то, вот такие вот пироги, Альтаир. Все, оставайся здесь, короче, за главного. Настя, привет, как у тебя вообще дела? Он такой, а ты серьезно сказал? Вот и просто так. Ладно, извини, что разбудил. Она спала, да? Все, извините. Извини, что разбудил. Он такой, Альтаир, рад тебя видеть. Я тоже, брат, рад тебя видеть. В общем, оставайтесь тут. Оставайтесь тут. А я, короче, пошел. Так, все. Все, до свидания. Короче, дорогие друзья, смотрите, давайте первое найдем дерево, которое... Она сказала, дерево, которое плачет кровью. Э, брат, брат, ты че... Ты че подошел-то прямо к дому? Иди, не пали контору. Иди отсюда, иди. Ты че хочешь, чтобы меня спалили, что ли? И ты тоже иди, вампирша. Устроил тут тусняк вампиров. А, смотрите, они смотрят на ребеночка. Нифига себе, ребеночек с бородой. Ну ладно. В общем, в общем, в общем. Потом, значит, надо заглянуть в библиотеку. Ладно, первое. Надо найти дерево. Дерево явно располагается в сумеречном лесу. Ну что ж, друзья. Полетели? Да. Все, мы, короче, отправляемся в сумеречный лес. Давайте заодно попалим, короче, что... Ой-ой-ой. Там за нами... Ой, нас уже спалил. Охотник. Аккуратненько улетаем. Улетаем. Потому что у них может быть лук, и они нас могут просто кокнуть. Мы когда летучие... О, привет, братья. Это, короче, вампиры из другого совершенно, так сказать, села. И, в общем-то... В общем-то, в общем-то, в общем-то... Все супер. И у них может располагаться дерево. Да, в общем, смотрите, друзья. В этом сумеречном лесу... Вот здесь, смотрите, есть огромная нора. Очень глубокая. Здесь располагается древнее поселение вампиров. Здесь раньше жили вампиры, но они и сейчас живут. Раньше здесь обитал король вампиров. Совершенно другой расы. Более высший, чем мы сейчас. Их называли древние вампиры. И да, я был прав. Смотрите. Вот деревья, которые плачут кровью. Все, мы их, короче, отыскали. Смотрите, друзья. Да, реально. Было довольно легко их найти. Но, честно говоря, я не знаю, как добыть саженец. Саженец этого дерева. И причем их надо еще 10 штук добыть. Так, давайте, короче, превратимся в человека. Так, давайте посмотрим. Ну да, это они. Смотрите, с них капает, короче, кровь. Да, что это? Ну, кровь, да, получается. Смотрите, она капает. И, соответственно... Ну, это именно те, я думаю, деревья, которые нужны были ведьме. Да, смотрите. Реально, давайте побродим. У меня аж прям мурашки по телу. От этого заброшенного вообще помещения. Смотрите. Когда-то здесь реально жила Великая Империя Вампиров. И у них прям несколько ярусов было. Смотрите, насколько глубоко мы сейчас находимся под землей. Обалдеть. Здесь, короче, реально была самая великая древняя империя вампиров. Да, смотрите, реально, какие здесь вообще красоты. Здесь вот были вот разные здания, еще всякое. Ну, ладно, давайте попробуем добыть, значит, росток этого дерева. Так, давайте сядем вот сюда и попробуем подобывать. Да, так, так, ну что ж, удачки мне, как говорится. Так, давайте это сюда вот сложим, чтобы, короче, ну, заполнялось. Так, ну-ка. Так, нет ничего. Так. Надеюсь, если мы вот так будем ломать, то какой-нибудь росточек мы сможем добыть. Я правда не... О, смотрите. Видите, мы добыли мертвый куст. Да, все, вот он. Первое. Первое мы добыли. Отлично. Давайте еще добывать. Может быть, еще упадет. Так. Потом мы сможем принести их ведьме. Я так понимаю, ведьма потом вырастет. Такие же деревья. Блин, что-то он не особо добывается. Десять штук таких надо. Да, офигеть вообще. Мы сейчас так дерево, короче, друзья, с вами срубим. А росточек так еще и не добыли. Один, вернее, только добыли и все. Может, сейчас два будет? Слушайте, это сложно. Ведьма там вообще, что ли, обалдела? Так очень сложно, на самом деле, ростки-то добывать. Капец, это, это, это сложновато. Я думал, будет очень легко. Я думал, мы сразу соберем десять ростков. А оказывается, это не шуфры-мухры. Знаете, что я подумал? Так, ну-ка. Да, мы только один росток добыли. С такого вот дерева. Короче, знаете, что я подумал? Нам надо найти старейшину вампиров. Да, по-любому в этой деревне есть какой-нибудь древний вампир, который согласится нам продать их. Да, во всех деревнях, я уверен, есть вампиры такие. Ну что ж, давайте такого поищем. Так, в общем, теперь нам надо найти какого-нибудь здесь старого вампира. Я понял. Так, здесь, здесь никого нету. Может быть, на втором этаже? О, библиотека. Ну, нет, здесь мало книг. Надо будет найти более большую библиотеку. Я так понимаю, это будет какая-то городская библиотека. И там будет скрыто. А что, дверь открыта? О, привет. Смотрите, старый вампир. Короче, старый вампир выглядит как, короче, обычный житель. Видимо, знаете, когда, короче, вампиры старятся, у них вырастает вот такой нос большой. Они становятся такие вот. Ну, прикольно. И смотрите-ка, что он продает. Мертвые саженцы за две бутылки с кровью. Блин, у меня только одна. Ладно, стой здесь, никуда не уходи. Так, короче, друзья, надо очень быстро добыть новые бутыльки. Да, очень быстро добыть. И, соответственно, мы, можно сказать, выполним миссию. Так, все, полетели. Блин, еще дождина пошел. Капец, надо, короче, отключить его. Так. Так, мне, короче, надо слетать по Береку к своим коровкам. В какую сторону я, короче, заблудился? А. Нет, нет, нет. Вон, 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 да. Вон мой лагерь. Ну, как лагерь? Деревня моя. Да, в общем, дорогие друзья. Смотрите, на меня так все вампиры смотрят. Ну, да, я здесь чужак. Я не из этого клана вампиров. Но, в любом случае. Так, мне сейчас потребуются мои коровки. Вот хорошо я развожу ферму коровок. Так, да, это неплохо, неплохо. Так. Ой-ой-ой. Хорошо вампиры умеют приземляться более мягко. Так, ну что ж, давайте набирать. Вот так вот. Почти набрал. О, полная. Все. Все, набрали, короче. Все. У меня есть три бутылька. Ну что ж, полетели быстрее, пока этот старый дедок не ушел. Да, нам надо очень быстро. И сейчас мы получим первый ингредиент, за которыми нас послала ведьма. Да, я думаю, это будет важно. Потом надо будет найти кубок. Как она там сказала? Кубок чего? Сомнения или что-то такого? Ну, в общем, мы сможем захватить разум оборотня. Это будет клево. Если, конечно, они нападут. Да. Так, ну что ж. Быстрее летим сюда. Так, превращаемся в человека. О, привет. Ты уже с другом? Я надеюсь, ему тоже кровь не нужна. Так, в общем, у меня есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, брат. Старый вампир. Так, ну что ж. Мы добыли первые ингредиенты. Полетели к ведьме, порадуем ее. Да. Первые ингредиенты добыты. Слушайте, друзья, мне начинает это нравиться. Да. Неплохое такое, знаете, начало дня, так скажем. Ну, ночи, вернее. Мы смогли добыть то, что хотели. Но придется, наверное, постараться и добыть вообще книжки и всю эту штуку-дрюку. Особенно кубок. Я даже не знаю, где нам добыть кубок. Это будет сложно. Да, друзья, это будет нереально сложно. Так, ну что ж. Мы, короче, прилетели к ведьме. Так. В общем-то... Эй, ведьма, здорово. В общем, на тебе корешки. Я справился. Все, чики-пуки. Вот так вот. Круто, да? Итак. Она, значит, говорит. Молодец. Ты справился с одним заданием из трех. Ах, теперь тебе осталось добыть кубок и книжку. Все просто. Зато мы победим. Так. О, тут уже телохранители пришли. Ого, как много телохранителей-то, а? Ну, ладно. В общем, дорогие друзья, вот такие вот пироги. Мы, получается, в этой серии смогли очень многое. Мы добыли уже саженцы, которые обеспечат силы для нашей армии вампиров. Далее. Я думаю, осталось теперь добыть только кубок и книжку. И все будет клево. Но, блин, меня смущает тот зверь, который был в лесу. Он, короче, очень опасный. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Продолжение истории вампиров. Да, пишите ваши комментарии. Потому что я их все читаю и некоторые сюжетики даже беру оттуда. В общем, дорогие друзья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok